Хай, ребята! С вами Супер Герчик, и сейчас мы исследуем самую высокую точку Татарстана, найдем там пещеры и спрячем клад, специально для наших подписчиков. Поехали! Вот какая красивая радуга! Начинается у Знакаева, а заканчивается на Четартау, там где зарыт клад. Четартау находится на расстоянии 7 километров от города Знакаева. Однако путь в объезд через село Урозаева составит около 15 километров. Подъехав к подножью горы, можно встретить сурков и сусликов, которые там обитают. Хребет Четартау является государственным природным заказником, иными словами, охраняемой территорией, то есть заповедником. Здесь сохранилось много различных трав и растений. В том числе и лекарственных. Посмотрите, как тут вокруг много этой травы. Эта трава называется степной кобыль. Но мы ее называем эбищащей, что означает бабушкины волосы. Она такая вот мягкая трава. Смотрите. Кругом тут трава растет. Четартау пользуется популярностью как среди местного населения, так и среди туристов. Тут смотрите, как много. Многие называют Четартау горой или хребтом, однако по своему происхождению это останец. То есть ландшафт принял такую форму из-за эрозии окружающих его долин. Высота этой горы составляет 321,7 метра. Но широкая металлическая лестница с деревянным настилом очень удобная. Хорошо, что тут можно сесть и отдохнуть. Здесь такие красивые просторы. Невозможно удержаться. Хочется разглядеть все в бинокль. Поздравляю. Мы дошли. Сейчас мы видим там республику Башкортостан. Там время отличается на 2 часа, а нас с ней разделяет лишь только одна река. Река Ик. Круто. Пошли, ребята, пошли. Еще немножко. Вон там уже вершины горы. Памятник природы Четартал. Там деревня Сапеева, а рядом находится озеро. Вот там, смотрите, там тоже озеро. Только там уже село Урозаево. А вот и наивысшая точка. Конечно, везде написано по-разному. Источники сообщают разную информацию, но в Википедии написано. Высота этой точки 321,7 метра. Мы добрались наконец-то до конца. Ну, на самом деле, это одна из наиболее высоких гор, находящихся на республике Татарстан. Вот на этом небольшом первом холме раньше находились пещеры. Неглубокие, примерно 20 метров в длину. Но из-за инцидента их решили засыпать. Эти пещеры раньше были медными рудниками. В 1772 году здесь побывал известный на то время немецкий ученый и путешественник Петр Симон Палас. Он не только описал эту местность, но и собрал множество местных легенд и преданий. В 18 веке Четартау разрабатывали для добычи медистого песчаника. Окрестности были заселены казанскими татарами и башкирами, которые и облагораживали этот металл. На самом деле, Четартау относится к Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Поскольку местность здесь равнинная, Четартау окружает множество других холмов небольшого размера. На вершине горы расположена триангуляционная вышка. Мы находимся на самой наивысшей точке Татарстана. Это Четартау или Шатер-гора. Также ее называют Пугачевкой. Согласно легенде, на этой горе когда-то останавливался именян Пугачев со своим войском. С тех пор эту гору начали называть Пугачевкой. Поговаривают, что он оставлял арсенал оружия в пещере на вершине горы. Но явных доказательств этим мифом не существует. Скорее всего, здесь побывали другие повстанцы или бунтовщики. По информации, находящейся на сайте Википедии, на западном склоне горы находится 57 в Толин. Сейчас мы идем на тот холм, где, по воспоминаниям отца, находились различные пещеры, что ли. Надеюсь, это не те пещеры, о которых рассказал мой папа. Я думаю, там живут сурки. Вот тут тянется такая тропинка огромная. Похоже, тут сурки сделали себе такую вот тропу. И мы вот сейчас по ней спускаемся. Вот она тянется даже туда. Папа был прав? Все-таки папа был прав, да. Спасибо оператору за такое вот сведение. Настоящая пещера. Серьезно, с дверями. Боже, а как так двери прям культурные приварили, да? Со старинными дверями. Ну, как видите, тут действительно все завалено, чтобы сюда не заходили. Посмотрите туда просто. Вы просто посмотрите. Елки-палки. Что за такая пещера? Чертай себе. Не только в Алькеево есть такие вот наскальные надписи. Давайте мы тоже оставим, что мы тут были. Напишем название нашего канала. Правда, не знаю, насколько получится у нас. Все, теперь каждый, кто сюда придет, подпишется на мой канал, на канал Супергерчика. И поставит лайк под этим видео. Кстати, вы тоже не забывайте. Вот, оказывается, где находятся эти пещеры. А где-то там, чертартал. К сожалению, вот здесь, именно в этих пещерах, случилось вот такое вот происшествие. Геннадий Саймуков из города Нурлат, отправившись исследовать пещеры с факелом, погиб по неосторожности, трагической смертью в 1983 году. Поэтому здесь стоит памятник. Именно здесь мы закопаем вклад, специально для наших подписчиков. Это одна копейка серебром 1840 года. Я положу эту копейку в вот такую баночку вместе с запиской. И баночку положу именно сюда. И прикопаю сверху, закопаю сверху песком. Если через 5 лет никто это не найдет, тогда я приду обратно сюда и заберу. И мы про это тоже снимем видео. Желаю всем удачи в поисках. Вклад будет находиться возле штольни. Но, надеюсь, вы сами найдете это место. Особо больших подсказок я делать вам не буду. Иначе вы слишком быстро ее найдете. Видите, как тут все провалилось? Скорее всего, это пещеры обвалились. К сожалению, время ничего не щадит. Зато здесь можно покушать ягоды. А спонсор нашего похода – лечебные травы. Душица, чабрец, земляника и все такое. Лечебные травы. Будьте здоровы! Согласно данным сайта Особо охраняемой природной территорией России, граждане имеют право собирать для собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы и другие пищевые ресурсы, в том числе и лекарственные растения, на территории Четартау. Ребята, вот тут, когда будем передвигаться, надо быть осторожнее. Тут такие ямы, что если туда ногу засунешь, ой-ой-ой, да. Как красиво отсюда выглядит наша гора. Интересно, какой угол подъема. Вот я же надеял этого видео. Смотрите, как старался. Поставьте, пожалуйста, лайк. Я буду рад. Еще чуть-чуть. Ага, еще чуть-чуть. Вон там еще. Достали уже с емками. Сколько лезть можно? Тут оказалась небольшая расщелина. Вот мы прошли лишь только полпути, а идти дальше уже сил не так много. Вот тут, на середине горы, есть вот такой вот указатель. Написано, что справа находится дух места и скандинавская ходьба. Существует поверье, что здесь находятся древние кладбища, поэтому считается, что здесь обитают святые духи, которые оберегают это место и приносят здоровье и долголетие посетившим эту гору. Если вы любите познавать этот мир, изучать что-то новое, открывать интересные исторические факты, то вы можете подписаться на канал Ильдара Шерифулина на Яндекс.Дзене, где периодически появляется полезная информация, расширяющая ваш кругозор и развивающая эрудицию. Ссылка в описании. Добро пожаловать! Сейчас мы находимся у подножия горы и мы направляемся к роднику. Сам родник находится недалеко от горы Четартал. Достаточно спуститься к озеру. На полпути к роднику встретили вот такую вот табличку. Так что можно поехать направо, вернее, пойти направо и встретить там веломаршрут. Вот мы пришли к месту. Здесь написано в гостях, у духов воды. Здесь у нас есть родник. Родники Четартал считаются лечебными и целительными. Свежая родниковая вода. Здесь проходит довольно-таки много туристических маршрутов. Вот один из них. Ошибка почти каждого туриста, в том числе и меня, заключается в том, что прежде чем отправляться куда-то, нужно сначала изучить как можно больше информации по этому маршруту. Похоже, этот заповедник состоит из двух участков. Одна часть включает в себя Четартал, а другой участок состоит из Чеканских пещер. Может, именно там останавливался со своим войском Пугачев и оставил в Чеканских пещерах арсенал оружия. Если вы хотите увидеть Чеканские пещеры, подписывайтесь. А вот и второй родник. Здесь вода течет более бурным потоком. Кроме того, у обоих родников указан состав воды. Самые крутые склоны холмов покрыты песком, и это очень затрудняет поднятие по ним. Здесь тоже присутствуют какие-то небольшие ямы. Вот, например, одна из них. Похоже, тут кругом какие-то обвалы, какие-то холмы. Здесь можно провести даже целую неделю. По этим тропинкам сурков довольно-таки опасно ходить, поскольку зачастую рядом с тропинкой находятся такие вот небольшие норы или ямки, в которых живут сурки. Можно сломать даже ногу. Ежегодно здесь проводят фестиваль Четартау-да-жи-ин, что означает сборы на горе Четартау. Сюда собираются все тюркские народы не только из нашей республики, но и соседних субъектов Российской Федерации. Здесь можно увидеть народные танцы, попробовать национальную кухню, услышать песни, побывать в традиционном татарском быту. Четартау пользуется большой популярностью среди парапланиристов. Нам посчастливилось встретить одного из парапланиристов и взять у него небольшое интервью. По его словам, Четартау является самым наилучшим местом для занятия этим видом спорта. Также он заметил, что на Четартау очень свежий воздух, а еще здесь есть природная родниковая вода, серебряный ключ. Обычно ближе к вечеру ветер стихает, но сегодня очень сильный юго-западный ветер, и поэтому полететь сразу не получается. Он упомянул, что состоит в Азнакаевском клубе парапланиристов под названием Асфлай. Парапланиризм в последнее время набирает популярность как вид развлечения и спорта, поэтому возле Четартал организован палаточный лагерь для подростков. Несмотря на трудности, мы добрались до этой горы, спустились с нее, снова забрались на эту гору. А по пути мы встретили штольни, шахты, вот эти вот пещеры. Вы сами все видели. Это просто прекрасно. Это так интересно. Ну а всем спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставьте лайки. А с вами был Супер Герчик, и всем гууд бай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok